МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Прорыв в обновлении тепловых коммуникаций. Самара стала первым городом-миллионником, где начали внедрять новую модель теплоснабжения. Перечень сведений, составляющих банковскую тайну, расширят. С чем это связано, узнаем в новостях экономики. С соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора. В столице региона отметили широкую масленицу и проводили зиму. 450 заявок и 447 победителей. В Самаре подвели итоги конкурса. Самарская масленая гостья дорогая. Чистый понедельник у православных верующих начался Великий пост. Прорыв в обновлении тепловых коммуникаций. Самара стала первым городом-миллионником, где начала внедряться новая модель теплоснабжения. На сегодняшний день средний износ тепловых сетей областного центра составляет более 70%. Большая их часть нуждается в перекладке. Проблему решили путем внедрения модели «Альтернативная котельная». Она позволяет привлекать дополнительные средства, в том числе и на обновление тепловых сетей. Тему продолжит Ольга Павлова. Об увеличении объемов перекладок подземных коммуникаций заговорили впервые в 2017 году на уровне правительства России. Тогда же был принят федеральный закон об «Альтернативной котельной» для привлечения дополнительных инвестиций в сферу ЖКХ. В 2020 году Самара стала первым городом-миллионником, где с января начали внедрять новую модель теплоснабжения. Распоряжение о переходе Самары в единый ценовой пояс было подписано в июне прошлого года к председателям правительства России Михаилом Мишустиным. Благодаря этому прошлым летом дополнительно были отремонтированы 6 объектов общей протяженностью 32 километра. К переходу на эту котельную, конечно, нас подтолкнула ситуация с нашими тепловыми сетями. Безусловно, сети изношены, достаточно серьезно изношены. Были порывы, и, конечно, жители от этого страдали. В 2020 году мы уже опережающими темпами начали перекладку достаточно крупных участков сетей, и эта зима показала, что у нас аварийность снижается. В этом году в областной столице планируют переложить 65 километров теплотрасс. Это в два раза больше, чем в прошлый рекордный год. Финансирование на необходимые работы по перекладке увеличено. В 2021 году на модернизацию тепловой инфраструктуры ресурсоснабжающие организации направят порядка 3 миллиардов рублей. Перечень основных объектов утвержден. Однако, благодаря опережающему финансированию инвестора, появилась возможность увеличить их количество. Сейчас обсуждается список дополнительных участков. Это достаточно существенный для нас дополнительный объем, который требует от нас серьезной мобилизации и больших, на самом деле, работ в черте города. Устаревшие теплосети меняют на современные с необходимой изоляцией. Они будут оснащены системой оперативного диспетчерского контроля со сроком службы 50 лет. Особое внимание во время ремонтной кампании администрация города уделяет обеспечению потребителей горячим водоснабжением. На тех участках, где работы будут вестись более двух недель, в обязательном порядке должна быть собрана резервная схема для беспребойной подачи горячей воды в жилые дома. Ремонтные работы планируют начать уже в конце апреля, сразу по завершению отопительного сезона. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 235 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 52 437. Такие данные в понедельник 15 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Всего с начала пандемии из больниц выписали 48 866 пациентов. В регионе продолжается антиковидная вакцинация. На сегодня уже более 117 тысяч жителей сел и городов региона прошли полный курс вакцинации. Почти 53% получивших прививку – это люди старшего поколения. Среди них и серебряные волонтеры. Серебряный волонтер Тамара Дубровина первую прививку от коронавируса сделала три недели назад. А теперь пришло время для второго компонента. По словам женщины, пройти завершающий этап оказалось еще проще, чем первый. Документы заполнять не нужно. Прошел осмотр у терапевта, и вот он, процедурный кабинет. Оп, дольтовидную мышцу плеча. Все? Первую вакцину принесла хорошо. Никаких отклонений не было ни по температуре, ни по самочувствию, ни по тому, как выглядело место, в которое отололи вакцину. Покраснений ничего не было. В принятии решения, вакцинироваться или нет, Тамара, признается, не колебалась. За год пандемии никто из ее окружения ковидом не переболел, а значит, риск инфицирования сохраняется. Но есть у нее и другие причины получить прививочный сертификат. Эта мечта – продолжить активную, безбарьерную волонтерскую деятельность, которая во время пандемии для серебряных волонтеров буквально замерла. Для Тамары, как волонтера, некогда представлявшего Россию на международном форуме добровольцев, вакцина – выход из положения. Коллеги по волонтерскому движению почти такого же возраста, как и я. Кто-то старше, кто-то чуть младше, но все мы пенсионеры. Прививка нам дает небольшую защиту от серьезных осложнений. Ведь вот даже от гриппа, когда делают прививку, это не говорит о том, что не заболеешь гриппом. Это говорит о том, что не будет серьезных осложнений и не будет тяжелой формы течения данной болезни. То, что вакцинация сдерживает развитие эпидемии, подтверждает и статистика. В связи с тем, что все-таки идет полномасштабная вакцинация по всей России, как и в нашей Самарской области, пандемия в нашем учреждении и в целом по Самарской области идет на спад. Это с вакцинацией. Это в первую очередь связано с вакцинацией. Вакцинации населения в Самарской области продолжаются. На сегодняшний день в регионе привились почти 136 тысяч человек. Из них более 80 тысяч завершили вакцинацию. Записаться на прививку можно в поликлинике, по телефону 122 и на портале госуслуг. Михаил Ермоленко, Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. В рейд по соблюдению масочного режима на транспорте вновь отправились сотрудники полиции, ДНД и представители компаний-переводчиков. Жителям города в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения требований регионального Роспотребнадзора. Затем, как проходил очередной профилактический рейд, следил и наш корреспондент Михаил Ермоленко. Сотрудники транспортных компаний совместно с полицией и контролерами продолжают следить за соблюдением масочного режима в городском транспорте. По поручению областного оперштаба количество ежедневных рейдов с прошлой недели увеличилось до 12, то есть вдвое. Только на прошлой неделе проверяющие составили 20 административных протоколов на ковид-диссидентов. Следят не только за пассажирами, но и за работниками общественного транспорта, которые от начала до конца поездки должны находиться в масках. Утро на транспортном предприятии начинается с того, что мы раздаем экипажам, водителям и кондукторам средства индивидуальной защиты. Если в ходе рейса кто-то из сотрудников будет выявлен без маски, либо со спущенной маски, об этом нам сообщают наши пассажиры активные. Для безопасности сотрудников транспортных компаний с сентября 2020 года проводится активная вакцинация персонала. Добровольно и бесплатно получить инъекцию от COVID-19 сотрудники транспортной сферы могут как централизованно, подав заявление на работе, так и по собственной инициативе через запись на сайте госуслуг, а также по горячей линии набрав 122 или обратиться в поликлинику по месту жительства. По мере наличия вакцины, по мере формирования списков, нас приглашают группами по 5 человек, как правило, на вакцинацию. На сегодняшний день привито суммарно по всем предприятиям транспортной отрасли 183 человека, и мы ожидаем, что неделя за неделей эта цифра будет расти, расти, расти по мере поступления новых доз вакцины. По итогам сегодняшнего рейда контролеры вывели с маршрута двух пассажиров без масок. Для одного из них поездка закончилась оформлением административного протокола. За все время проведения ежедневных рейдов было зафиксировано более 260 административных правонарушений по факту несоблюдения санитарных требований регионального Роспотребнадзора. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Прибыль крупных и средних российских предприятий в 2020 году обвалилась на 23,5%, а перечень доступных налоговикам сведений, составляющих банковскую тайну, 17 марта будет расширен. Об этом подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Прибыль крупных и средних российских предприятий в 2020 году обвалилась на 23,5%, таковы данные Международной аудиторско-консалдинговой компании. Это максимальное падение за последние 12 лет. Финансовые показатели российских предпринимателей ухудшились в 48 регионах страны. Самые серьезные падения отмечены в Северной Осетии, Ингушетии, Чувашии, Севастополе, Кемеровской области. Ненецком автономном округе. Причиной падения названа пандемия. Из-за нее пришлось ограничить деятельность почти всем предприятиям. Российские сырьевые товары на мировом рынке подешевели. 17 марта будет расширен перечень доступных налоговикам сведений, составляющих банковскую тайну. Так банки обяжут предоставлять копии паспортов клиентов, доверенности на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Российские предприниматели по большей части не ощутят на себе усиление фискального контроля. Меры направлены прежде всего на то, чтобы снизить количество схем уклонения от уплаты налогов. Также необходимо ужесточить контроль за случаями нелегального решения налоговых вопросов. Нововведение повысит контроль за денежными потоками и людей, и предприятий, не только за доходами, но и за расходами, что позволит сделать выводы о возможном объеме недекларируемых доходов. Правительство планирует вынести изменения в режим защиты капиталовложений для запуска нового инвестиционного цикла. Речь идет о разработке четырех проектов и о внесении регуляторных изменений в режим соглашения о защите и поощрении капиталовложений, реинжиниринге правил промышленного строительства, создании условий для инвестиционных проектов в регионах, а также доступных финансах для инвестпроектов. В законодательство внесут изменения, в частности, будут расширять состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Предложенные изменения будут нацелены на средний и крупный бизнес. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о намерении запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой. Курс доллара на 16 марта – 73,23 рубля, евро – 87,35 рубля. В Самаре отметили широкую масленицу. В последний день масленичной недели, прощенное воскресенье, основные торжества развернулись на площади Куйбышева. Провожать зиму на главную площадь города приехали жители и гости областного центра. Побывала на праздники и глава Самары Елена Лапушкина. Как встречали гостью на самой большой площади Европы, увидела Ольга Павлова и готова поделиться подробностями. Главные торжества, прощенное воскресенье, развернулись на площади Куйбышева. Самая большая площадь Европы выместила в себя 5 тематических концертных площадок, 38 объектов общественного питания и 70 палаток торгующих сувенирной продукцией. Праздник состоялся с соблюдением всех санитарных требований регионального Роспотребнадзора. Все так это расставлено хорошо, нет кучности такой, как вот раньше было. Непонятно, куда идти, все так по зонам распределено, очень хорошо организовано. Очень впечатлила Маслена, вот эта большая, очень красиво украсили в этом году площадь Куйбышева. Очень приятно видеть работу самарцев на конкурсе. Задолго до основных торжеств самарцев и гостей города пригласили принять участие в конкурсе «Маслена. Гости дорогая». Усилиями индивидуальных авторов и целых коллективов было изготовлено 447 кукол, которые разместили в качестве выставочных экспонатов на площади Куйбышева в завершающий день масленичной недели. Встречать весну на главную площадь города приехали жители в гости областного центра. Побывал на празднике и глава Самары Елена Лапушкина. Я хочу поздравить всех дорогих самарцев с замечательным праздником. С начала весной, с масленицей. И простите нас за все, что мы не сделали, но мы обязательно это сделаем. В сравнении с прошлым годом количество объектов общественного питания и торговых точек увеличилось на 30%. Безусловно, это связано еще и с пандемией для того, чтобы разнести людей, развести и соблюдать социальное дистанцирование. Мы очень рады, что мы с каждым годом этот праздник празднуем все лучше и он становится любимым для наших горожан. В этом году масленичные народные гуляния были отменены из-за эпидобстановки. Увидеть выступления творческих коллективов жители города могли с большого экрана, который разместили на площади Куйбышева. Здесь же расположили арт-объекты и фото-зоны, где самарцы гуляли и фотографировались. А на специально оборудованных торговых точках все желающие могли последовать примеру главы Самары и приобрести милые сердцу сувениры и аксессуары. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Масленицу отметили и на пространствах, благоустроенных по программе формирования комфортной городской среды в разных уголках Самары. Наши съемочные группы работали на нескольких площадках. Возвращается опять! Смаха с праздником! В сквере на пересечении улиц Авроры и аэродромной праздник Масленицы прошел впервые. Жители ближайших домов рады новому пространству для прогулок, встреч и проведения мероприятий. Здесь был рынок большой, грязный, ничего здесь не было. Очень большое спасибо за благоустройство. Сейчас очень активно участие принимают и гуляют родители с детишками. Фонтан очень хороший, спортивные сооружения. Более 12 тысяч жителей проголосовали за благоустройство сквера на пересечении улиц Авроры и аэродромные. Здесь, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» появился ухоженный сквер с фонтаном, спортивными тренажерами, зонами для отдыха и прогулок. В 2022 году общественные территории Советского района также претендуют на благоустройство. Как только у нас откроется пункт голосования, как только у нас появится электронное голосование, у нас будут работать волонтеры, будут определены места. И я думаю, что наши жители Советского района тоже проявят здесь свою активность. Еще одно пространство, которое преобразилось в 2020 году – сквер Речников в Куйбышевском районе. Здесь появились зоны отдыха, детские горки в форме кита, подводные лодки и маяка, батуты, мультиплощадка для игровых видов спорта. «Жители здесь очень с инициативой выступают постоянно, так же, как и по сквере Речников. Как вы видите, здесь очень классно. Весь народ, практически Куйбышевский район собирается здесь». «А сейчас есть где с детьми погулять. Много разных горок для разных возрастов. И горки, и качели, то, что хорошее освещение». Провожали зиму и в противоположном конце Самары. Александр Андриенко живет во дворе поселка аэропорт Смышляевка более полувека. Говорит, заехал практически в пустой двор, состоявший лишь из двух домов. Со временем застройка уплотнилась, но о благоустройстве речь не шла. И только в 2019 году все изменилось. Жители приняли участие в программе формирования комфортной городской среды. Сами вносили пожелания в дизайн-проект преображения своего двора. «Вот полностью эта площадка тут, детская площадка тут. Ну, здесь безорожье было, мусор, грязь. А сейчас народ гуляет по вечерам, тут началась тусовка. Население, в общем, довольно лучше, конечно». Сегодня этот большой двор стал местом притяжения всей Смышляевки. Площадь позволяет. Здесь часто звучит музыка и проводят концерты. В день широкой Масленицы сюда приехал фургон с мобильной сценой. «Эти районы, которые сейчас преобразуются и которые для нас создают эту комфортную зону, они как нельзя лучше подходят для реализации нацпроекта культура «Автоклуб». Потому что здесь на праздник приходят люди, после праздника они также могут остаться на площадке, погулять с детьми, поиграть, просто провести место в хорошо оборудованном дворе». Преобразить свой двор есть шанс у каждого самарца. «Автоклуб» уже скоро стартует голосование за территории, которые благоустроят в 2022 году. «Благодаря активности жителей будет определена территория, которая будет благоустроена в следующем году. Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.городсреда.ру. Голосуйте за свои территории, не упустите свой шанс на благоустройство». В голосовании онлайн примут участие сами самарцы. По его результатам сформируют перечень территорий для благоустройства на следующий год. Виктория Шарая, Мария Левина, Никита Колосов, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Праздничная служба в последний день Масленичной недели прошла и в храме святителя Спириндона Тремифунского чудотворца. Прихожане и все желающие угостились блинами, чаем и ухой. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Гармонист Денис Неспиридоновской Масленицы впервые. В прошлом году играл на площади Куйбышева, но здесь ощущает себя уютнее. Денис учится в музыкальной школе по классу скрипки. Гармонь – его второй и любимый инструмент. Тут довольно весело, скучать не приходится. То есть и пляски, и игры, и обка шашка, и лошади есть. Ну и, конечно, можно поесть блинов и другие вкусности наши национальные. Праздник Масленицы начался после воскресной службы. Настоятель храма протеерей Иоанн поприветствовал прихожан и благословил угощение. Покататься на лошадях, пони, угоститься блинами и ухой гостям предложили бесплатно. Перед посетителями выступили ученики воскресной школы. Сегодня, когда собрались в воскресенье, некоторые говорят, ну накануне поста может быть слишком большой праздник. А Христос вообще сказал, надо радоваться. Радоваться, веселиться, общаться. И сегодня мы имеем право на эту радость, мы имеем право на ту историю, которая у нас была, где у нас много прекрасных традиций и обычай. Организация праздника «Широкой Масленицы» Спиридоновцы занимается уже шесть лет. В этом году торжества прошли с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора. На праздники побывал и глава Октябрьского района Александр Кузнецов. Это такое уникальное место, которое находится, хотя внутри большой жилой застройки, тем не менее это такой оазис, тут есть и пруд, и деревья, и всегда очень такая веселая, позитивная атмосфера. Ольга Павлова, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. В столице региона подвели итоги конкурса «Самарская маслена. Гости, дорогая». На участие поступило почти 450 заявок. Лучшие куклы украсили площадь Куйбышева во время проводов зимы. Авторов отметили памятными дипломами. Какие маслены удостоились особого внимания, расскажет мэри Елчан. Современные оригинальные обрядовые и эко-куклы появились на площади Куйбышева во время Масленицы. Все благодаря конкурсу «Самарская маслена. Гости, дорогая», который прошел в городе во второй раз. Участники отправляли свои заявки, а жюри выбирало лучшие работы. Оценки варьировались в зависимости от выбранной категории. Главное, маслены должны были быть выполнены в виде ростовых кукол высотой не менее полуметра. Ребята создавали арт-объекты из любых подручных материалов, используя различные техники исполнения. В прошлом году в конкурсе участвовали свыше 200 человек. В этом в два раза больше. В этот раз больше и разнообразнее. Разнообразные варианты. Но, на мой взгляд, желательно не уходить далеко от традиций вот этой масленицы. Что как это, кто это такая, масленая масленица. То есть больше изучать наши традиционные исторические корни и, в общем, соответствовать этому. Особенно жюри приглянулись экологические куклы, в изготовлении которых участники использовали природные материалы. Вот эта кукла Евдокимовой Галины, она у нас заняла первое место, поскольку здесь создан антропоморфный образ, человекоподобный из экологических материалов. Это лозоплетение. Своим разнообразием и красочностью порадовали масленые жители города, которые пришли на проводы зимы. Очень нравится фотографироваться на фоне этих кукол. Они все такие интересные, все разные, необычные. Вообще здорово, все здорово придумано. Это вообще восхищение. Ну просто вот так красочно, так в этом году замечательно. Мне кажется, даже так не было так много никогда. Я вот сама работала когда-то в детском клубе преподавателем творчества. И поэтому я вот просто с большим удовольствием, с восхищением любуюсь вот этими фигурами. Авторов лучших маслен отметили памятными дипломами, а 16 победителей конкурса – призами. Мэри Илчан, Василий Колдашов, События. А уже сегодня, 15 марта, у православных христиан начался Великий пост. Этот день в церкви называют «чистым понедельником». Великий пост – самый длинный и строгий в православии. Продлится он 48 дней и завершится празднованием Пасхи 2 мая. Главное в церковном календаре воздержание состоит из двух частей – Святой Четыридесятницы и Страстной Седмицы. Из рациона на все шесть недель исключаются мясные и молочные продукты. Самарские священнослужители напоминают, главная цель поста – это не только ограничение в еде, прежде всего это духовное очищение. Праздник в честь иконы Божьей Матери Державной отмечают сегодня православные верующие. В храме с одноименным названием митрополит Самарский Новокубышевский Сергий провел торжественную службу по случаю престольного праздника. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Научный сотрудник Церковно-исторического музея Дмитрий Овчинников прихожанин храма уже 12 лет. Здесь он проводит службу и помогает по хозяйству. В Великий престольный праздник, как и полагается, Дмитрий пришел на службу, чтобы почтить память иконы Божьей Матери Державная. Не хочу задеть другие храмы, но мне здесь очень нравится и священник, и прихожане, и то, с каким благочестием обстановлена служба, и как поют Певчи. Почему-то именно наш Певчий, весьма немногочисленный штат Певчих, он нравится мне больше даже, чем соборные хоры. Семинарский хор, конечно, вне конкуренции. История памятного праздника начинается с февраля 1917 года. Пресвятая Богородица дважды явилась во сне крестьянки Евдокии Андриановой и указала на церковь, где находится икона. Женщина нашла ее в селе Коломенское. Икона сразу же стала почитаться как чудотворная. Явление иконы Божьей Матери Державны, оно как раз явилось в знаковых страшных трагических годах. Мы поверили, и как говорят современным языком, повелись. То, что предсказывали Россию, будет в 2000 году самой великой державой, огромными богатствами, численностью населения, к сожалению, мы утратили это предначертание. И сегодня мы пытаемся исправить. Все зависит от нас самих. Традиционную торжественную службу в храме иконы Божьей Матери Державная провел митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Попросить помощи Богородице пришли десятки самарцев. Мэриелчан Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!